В чем мать родила? Как голые сноубордисты Шимбулак покоряли? Байкот фанатам казахстанские звезды наложили мораторий на своих поклонников. Для обычного зрителя это артист, это звезда, для нас это наемный рабочий. Казахстанские промоутеры возмутились наглостью зарубежных артистов. Не подходи ко мне, почему Риана и Джейло разошлись по разным концам красной дорожки? Здравствуйте, это ревью. Надеюсь, выходные удались. В эти праздники алматинцы наблюдали Емели на печи, хоккеистку безлифчика и сноубордиста в костюме Адама. Прокатиться на снежном склоне, в чем мать родила для казахстанцев, оказалось безумно весело. В честь чего на Чимбулаке прошло обнаженное действие, узнавал Артем Обленко. Главное, чтобы костюмчик сидел. Под таким девизом прошло фрик-шоу на Чимбулаке. Спуск длиной в 25 метров ведет прямиком в ледяной бассейн. Друзья, это вам не Мальдивы. Хоть водичка здесь, конечно, и лазурная, но температура ее не превышает 10 градусов по Цельсию. Сегодня 37 самых креативных участников этого безумия не побоялись сесть в лужу на глазах у всех. Померзнуть в холодной воде пришлось Емели на печи, парню без трусов и находчивой хоккеистке. Эта девушка даст пору любому мужчине. В прошлом я играла в хоккей, поэтому эту тему я люблю. Мне ближе тема хоккея, чем бикини. Вот и все. Команда «Летчики за летчики» тоже решила удивить зрителей огромным костюмом космического корабля. Брызг было не сосчитать. Готовили неделю, собирали цехи, тренировались. Шили костюмы, приезжали отдельно, тренировались на горке, как держать равновесие. Со стороны не видели, все ли сработало, огнетушитель. Съехали в морозную водичку и горящие призрачные гонщики. Покрытые пламенем ребята были только рады охладить свой пыл. Нет, все. Чуть-чуть жопу подпалило, так нормально. Боли чуть-чуть. Строгая жюри оценивала самые креативные костюмы участников. Вот, например, чемпионка азиатских игр 2011 Юлия Галышева дарила всем пятерки. Ну как таким экстремалам ставить баллы ниже? Образ, то есть принцесса Сумо. То есть я сперва должна была быть такая пухлая, большая, а потом упасть. Но я планировала не упасть в воду, а я не докатилась, видите? Абсолютным победителем стала команда «Мадагаскар». Пингвины и сальто в воду никого не оставили равнодушными. После такого леденящего кровь шоу гости и участники побежали греться. Увы, голые перфомансы могут обернуться вполне обыкновенной ангиной. Артем Авленко, Юлдаш Худайбергенов. Новости ревью. Работа работая, но позируем по отдельности. К такому компромиссу пришли Дженнифер Лопес и Рианна. Появившись на премьере мультфильма «Дом», певицы, не теряя ни минуты, разошлись по разным концам красной дорожки. Правда, это не спасло барбадосскую красавицу от плохого настроения. По сюжету анимационного фильма Джей Ло озвучивает маму героини Рианны. Но, несмотря на близкое родство в мультфильме, на премьере в Лос-Анджелесе певицы были каждая сама по себе. На фоне Лопес Рианна выглядела куда менее общительной. Сначала певица снисходительно посматривала на окружающих, потом и вовсе стушевалась после безобидного вопроса журналиста. И даже задела его микрофон. Случайно или же нет, кто знает. Что для вас значило озвучивать молодую афрокарибскую героиню? Что? Это отлично, даже вдохновляет. В свою очередь восторженная Дженнифер делилась впечатлениями от работы над «Домом». Как оказалось, главными критиками для певицы и актрисы всегда являются ее семилетние близнецы. Да, фильм о доме, а точнее о самых близких людях, ведь там, где они, там и есть твой дом. Я очень рада, что мои дети увидят этот мультфильм, буду наблюдать за ними, узнают ли они мой голос. 45-летняя Дива уже успела удивить своих поклонников не только саундтреком к фильму, но и по-настоящему сказочным выступлением. На популярном телешоу «Американ Айдол» певица вышла в платье, на которое проецировались кадры из мультфильма. Впрочем, успевает певица не только принимать участие в экранизациях, но и бизнесом заниматься. Днем позже в столице Мексики Дженнифер Лопес презентовала свою коллекцию одежды, в успешности которой, по ее словам, она не сомневается. Уж что-что от чувства стиля звезду никогда не подводила. Сакен Майгазиев и Баян Есентаева объявили бойкот своим поклонникам. Они требуют уважения. Мораторий от звезд просто содрогнул общественность. Как артисты выживут без собственных фанатов? Оказалось, все это воспитательные меры. Заварила всю эту кашу продюсер Гульнур Мамасарипова. Близкие подруги Баян Есентаева и Гульнур решили раз и навсегда установить правила поведения в интернете. Репост со словами, на которых лежит мораторий, всполошил сеть. Перед вами, собственно, весь список запрещенных звездами фраз. Этот пост про мораторий придумала я. Попросила своих коллег меня поддержать, чтобы пресечь этот беспорядок. Плохие слова и люди, которые их пишут, должны блокироваться. Этот пост не дает покоя и самому звонкому голосу казахстанской эстрады Сакену Майгазиеву. Надоело артисту читать гневные комментарии посторонних ему людей. Всех хейтеров в блок. Если не брать в расчет пост Баян, тут нужно просто понимать, что делать этого не нужно. Кстати, спасибо Баян за то, что, может, многие из злостных писак теперь одумаются. Опытные старожилы интернета говорят, что бы вы ни делали в сети, реакция обязательно будет. А вот негативная она или позитивная зависит от вас. Однако бороться с этим смысла нет. Это можно назвать борьбой с витринными медницами. Потому что, на самом деле, нельзя контролировать интернет. Ну, в том виде, мы как пользователи не можем, как таковы, контролировать. Другое дело, конечно, со стороны государства или других уполномоченных органов. Они могут просто закрыть, прервать всяческую связь и доступ. Вот это, конечно, другое дело. Появится ли покой в жизни казахстанских селебрити после таких действий, неясно. Однако надежда всегда есть. Вдруг ослобленные хейтеры превратятся в виртуальных няшек. А может, негатива в интернете станет меньше, что тоже неплохо. Артем Обленко, Ярлан Абдуалиев, Новости Ревю. А вот промоутеры возмущены поведением зарубежных артистов. По словам специалистов, казахстанские зрители переплачивают за выступления любимчиков. Почему так происходит? Кто эти люди? Наемные рабочие или звезды международного масштаба? В этом вопросе разбирались журналисты Ревю. Вечеринка в ночном клубе. Все эти люди пришли послушать приглашенного артиста. Но вот на часах полночь, час ночи два, а звезды все нет. Зачастую зарубежные исполнители выходят к зрителям лишь после трехчасового опоздания. Как выяснилось позже, за такое отношение казахстанские слушатели еще и переплачивают десятки тысяч долларов. Естественно, в России, если говорить о клубных выступлениях, никто не будет платить столько денег, сколько платит Алмата. Они знают, что в Казахстане всегда есть деньги и всегда готовы за артиста хорошо заплатить. Даже высокие гонорары вовсе не гарантия того, что зарубежная звезда выполнит все свои обязательства. Отказ от интервью, опоздание, хамство – это лишь малый арсенал селебрити. Ярким примером такого поведения стал недавний приезд Джигана в Южную столицу. Насчет Джигана я могу согласиться. Почему? Потому что буквально вчера его привозили. Это мои хорошие друзья. Они как раз сказали, что они с ним поругались. Оправдать я никак не могу, допустим, не только Джигана, а и других артистов. На нашем счету были случаи, когда артисты просто не выходили из гостиницы и приходилось решать вопросы совсем по-другому. Коллега брутального рэпера, самопровозглашенная королева русского арнбибьянка, тоже периодически заставляет понервничать как фанатов, так и организаторов ее выступления. Помимо опозданий и прочих невыполненных обязательств, даже после отъезда не факт, что о том самом концерте артист будет лестно отзываться. По словам специалистов, после такого поведения многие букеры объявляют хамом настоящий бойкот. Для обычного зрителя это артист, это звезда. Для нас это наемный рабочий. Это жда, ты летишь, но будь добры, вы здесь поставите свою роспись. Нет? Ну, сори, ребят, у меня у вас запросов каждый день куча. Что делать с нерадивыми звездами? Этим вопросом промоутеры задаются ежедневно. Ведь пока артиста хочет зритель, им придется работать с зарвавшимися исполнителями. Однако, справедливости ради, все-таки стоит отметить, что среди приезжих селебрити все же есть несколько тех, кто действительно уважает свою публику. Сабина Таргаева, Ерлан Абдуалиев, Ганикалуов, Новости Ревью. Томас Невегрин? Какой Томас Невегрин? Таково было удивление Бебета Кургана. Пока датский певец рассыпается ему в комплиментах, наш артист ни сном, ни духом о творчестве зарубежного коллеги. А может, мог бы получиться хороший дуэт? Именно этот сингл покорил Невегрина. В одном из интервью артист так и заявил, мол, нравится мне эта композиция. Уж он-то разбирается, где просто песня из двух нот, а где действительно хит. Бебет Курган. Я знаю вашего певца Бебета Кургана. Мне нравится его песня «Шок». Я думаю, это замечательная песня, особенно в ремиксованном варианте. Она зажигательная. Сам же Курган на зарубежном коллеге слышит впервые. Артист настолько занят делами, что даже выглянуть в светскую тусовку некогда. Не то, что за творчеством других следить. Я не знаю, кто этот Томас. Честно говоря, ко мне приезжали люди из Германии, Армении, предлагали сделать дуэты, переехать. Но я не хочу никуда уезжать. Здесь мой дом. По словам Бебета, два года он, не покладая рук, трудился над новым репертуаром. Здорово, конечно, что его творчество не остается в забвении. Но пора бы уже создать новые громкие хиты. Я так часто пел «Шок-каздар», да, она всем нравится. Но кроме нее нужно еще что-то делать, писать новые песни. Напоследок певец пообещал, совсем скоро казахстанцы услышат то, над чем он работает в студии. Донара Жуманова, Инди Раскакова, Ерлана Абдуалиев, новости ревью. Теперь не утонет, и я, залия, увеличила грудь. Кто поет, это, собственно, рулит. Журналисты ревью разобрались в отношениях группы Айова. Не тормози, видео сними, у казахстанских звезд подне зажигание. Отрубите мне руки, автор «Игры престолов» требует себе наказания. Совершенно бесплатно, почему группа Орда выступает за спасибо. Кто-то мечтает построить дом, кто-то о мире во всем мире, а вот и Геозалия всю жизнь мечтала увеличить грудь. После пластической операции исполнительница первым делом рассказала общественности о новых ощущениях. По словам исполнительницы, после увеличения груди она чувствует себя абсолютно счастливой. Недавно я стала обладательницей большой груди. Я мечтала об этом всю жизнь. Теперь верхняя часть моего тела абсолютно пропорциональна нижней. Я счастлива. Помимо всего прочего, девушка рассказала, что обновленный верх обошелся ей в 50 тысяч долларов. И теперь всю эту красоту она намерена застраховать. И если Озалия сейчас безгранично счастлива, то у фанатов группы «One Direction» настоящий траур. Знаменитый на весь мир бойс-бенд покинул Зейн Малик. В том смысле, что он ушел из группы в свободное плавание. В мое время «One Direction» было потрясающим, но я ухожу. Я хочу быть нормальным 22-летним парнем и иметь личную жизнь. На решение Зейна повлияли слишком навязчивые фанаты. Некоторые молодые люди распускали слухи о том, что парень изменяет своей невесте Перри Эдвардс. И вот теперь, после ухода из коллектива, горькие слезы льют не только поклонники бойс-бенда, но и сами его участники. Тем временем Брэдли Купер испытывает собственные возможности. Актер принял решение сменить род деятельности и стать режиссером. Первой работой Купера на новом поприще станет ремейк мюзикла «Звезда родилась». Сия снова пожинает плоды своего труда. Исполнительницу признали лучшей по версии Австралийской ассоциации авторов песен. Напомним, такие треки девушки, как «Шанделир» и «Эластик Харт», стали абсолютными хитами по всему миру. Помимо этого, девушка регулярно пишет тексты песен таким звездам, как Риана, Бейонсе и Кристина Агилера. Ума Турман взяла небольшой перерыв в карьере для того, чтобы наладить личную жизнь. Сейчас актриса снова пытается построить романтические отношения с Андрой Балышем, с которым рассталась в 2007 году. Сабина Таргаева, новости ревью. Выход сериала «Игры престолов» под угрозой. Авторы идеи Джордж Мартин, собственно говоря, тоже. Бедняга может остаться без рук. Их грозятся отрубить глотные фанаты. В общем, сам кровожадный писатель такой реакции не удивлен. Оправдываться ему все же пришлось. В Сан-Франциско прошла закрытая премьера «Игры престолов» пятого сезона. На красной дорожке вместо красавиц-актрис продефилировать решил тучный автор сериала Джордж Мартин. Это огромное давление. Издатели требуют от меня экшена и фантастического сюжета. Вот мне и приходится выдумывать все эти вещи. Иногда я думаю, а не отрубить бы мне себе руки, чтобы все шло как-нибудь добрее. А вот кому за свои действия оправдываться не пришлось, так это матери всех драконов Дейнерис Бурьерожденной. Она-то точно знает, как удивить зрителя. Свет в конце тоннеля, которым кончился последний сезон, всех заставил задуматься, что там будет с драконами. Вы знаете, один из них все же исчезнет. Злить спойлерами фанатов боится Николай Костер-Вальдау. Кстати, актер покидает «Игру престолов» после пятого сезона. К контракту, увы, пришел конец. Если оглянуться назад, мы увидим множество сюжетных линий. Но все ближе конец, и это надо понимать. Надеюсь, к этому вы готовы. Все любители этой жестокой мифической саги смогут увидеть драконов, рыцарей и королей уже совсем скоро. 15 апреля «Игра престолов» предстанет миру во всей красе. Пока вся страна отдыхала, звезды трудились в поте лица. А весна – самое время клипы выпускать. Вот певица Луина после двухлетней паузы решила снять видео на свою старую песню «Халайша». За работу наблюдал Артем Обленко. Красотка Луина скромно стоит у барной стойки в переднике и собранными кверху волосами. Нет-нет, певица в официантке не переквалифицировалась. Идут съемки клипа на трек «Халайша». Не прошло, собственно, и года. Да, мы немножечко запоздали, но всему свое время, говорят же, всему свое время. И пригласили классного фотографа, супер-режиссера, клипмейкера Ашота. И впервые работаем с ним. Режиссер оказался московский. Это и неудивительно, ведь Луина давно уже метит в российский шоу-биз. Поэтому снимает сразу два клипа на одну и ту же песню на казахском и русском языках. Мы решили скупить российских режиссеров, чтобы не отставать от тренда. В этом году, с этой весны, мы планируем более, как-то поактивнее, наверное, пытаться заходить на русскоязычный рынок, да, в данном случае мы говорим о России. Московский мастер трудится в поте лица. Говорит, чтобы снять хлеб, ему самому нужно немало подготовиться. Целый месяц, да, я эту песню практически уже наизусть знаю. Мне же нужно изучить материал перед тем, как я приступлю к съемкам. Не отстала от Луины и ее коллега по цеху Ксения Сухомазова, которая со своим коллективом iFly снимает видео на народную песню «Кусныкорлан». Однако не все так просто. Да, такая очень грустная песня, и мы решили взять, и потому что вот наследие предков, так сказать, да, исполнить такое. То есть мы решили показать эту песню в новом варианте, в новом кавере, так сказать, да. Мы сделали ее на современный лад, такой модненький получился трек. Эдакие эксперименты в мире шоу-бизнеса всегда имеют резонанс. Самое главное – вовремя успеть клип на трек записать. И не важно, сколько лет песни, два года или много веков. Артем Обленко, Никита Хасанов, Ерлан Абдуалиев. Новости ревью. Племя Айова. Именно так называет себя герой следующего сюжета. Леня, Вася и Катя. Как и в любой другой общине, у Айова есть и вожак, и свои законы. Под хиты «Маршрутка», «Невеста» и «Улыбайся» сейчас отрывается добрая половина человечества. Как оказалось, у клаберов южной столицы в группе Айова особая горячая любовь. На перформансе в Алматы у коллектива случилась неприятность. С самого начала микрофоны на сцене просто отказывались работать. Несмотря на технические неполадки, жаловаться и покидать площадку артисты не стали. А люди при чем здесь? Это же наши проблемы, это у нас между... Может быть, они даже и не знают, что у нас проблемы. Для микрофона так и надо. В жизни и на сцене Трио называет себя племенем Айова. Прямо во время интервью они все-таки решили определиться со второй частью родового именования. Леня, Волк, я Ветерок, а Вася... Только... Лапа слона. Лапа слона. Это символизирует силу, надежность. Тело, мощь. Как и в любой другой общине, у Айовы есть свои законы и принципы. Есть и вожак. Правда, вот кто из них музыканты пока не определились. Вы перестанете трындеть? Да нет, у нас абсолютно демократия. Ну, конечно, кто поет, тот и, собственно, рулит. Все. А чтобы никому обидно не было, солистка Катя принялась нахваливать Васю. Перед вами подробности характера одного из самых обаятельных барабанщиков. В том числе, он енот-пласкун. У него все по полочкам. На сцене у него лапа слона. В жизни и в жизни енота-пласкун. У вас в ванной не выгнат. Шутки шутками, но есть вещи, о которых ребята говорят вполне серьезно. Например, сейчас исполнители ведут активную подготовку к первому большому сольнику. Помимо всего прочего, индейцы замахнулись аж на три новых клипа. Ну а фанатам Айова советуют. Сабина Таргаева, Гани Калуов, Новости Ревю. Вместо удобных кресел свежий воздух Алматинского парка. Именно там группа «Орда» решила отдать свой юбилейный концерт. Причем не взяв со зрителя нити инки. Почему корефеи казахстанского шоу-бизнеса намеренно отказались от возможной прибыли? Все подробности у Донар Жумановой. Последние приготовления перед концертом ординцев ждут их поклонники. В этом году группа отмечает свое 15-летие. Причем без лишней помпезности. Этот концерт пройдет в рамках празднования. Мы будем исполнять все песни, созданные за эти 15 лет. Мы планируем объездить весь Казахстан с выступлениями. Отчетный концерт пройдет в Астане. Без красной дорожки и юбилейных баннеров. Все это весьма не похоже на артистов. Как правило, на творческой презентации ординцы не скупятся. Все делают с размахом. Но не в этот раз. Ни дресс-кода, ни пригласительных. Все абсолютно доступно для каждого. Это для народа. При поддержке Акимата было принято решение провести концерт в подобном формате. Желающих послушать ординцев собралось немало. И как это было и 15 лет назад, в числе самых преданных поклонников, конечно же, девушки. Хотели как лучше, признаются музыканты. Поэтому и не стали идти по проторенной дорожке. Арендовать дворец республики, проводить рекламную кампанию. Сами же слушатели решения своих любимчиков приняли на ура. Не каждый день услышишь полную концертную программу совершенно бесплатно. Одним словом, не прогадали ординцы, выступая на энтузиазме. Помимо казахстанских гастролей, в рамках празднования 15-летия группа планирует давать концерты и за рубежом. Донара Жуманова, Инди Раскакова, Юлдаш Кудайбергенов. Новости ревью. Рад был с вами увидеться. На этом все. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова